От Италии до Швеции, от Франции до Польши. Европа, затаив дыхание, следит за мастерством российского артиста. Лучшие концертные и оперные залы мира принимают аплодисментами, стоя, ведущий музыкальный театр России. С 5 ноября по 31 января 2016 года уже наш коллектив на площадках Европы, 9 стран мира, дал более 80 концертов и спектаклей. Выехали 47 человек, включая артистов-вокалистов 12 человек, хор 12, 6 человек балета, художественно-постановочная часть. Всего 47 человек. Это был и Париж в три раза, у нас было три спектакля на сцене дворца съезда, в Пале-де-Кангре, в Брюсселе, Ницце, Марсель, Тулус, Дижон, Леон, крупнейшие города Франции. Значит, наш оркестр начал свою турне 25 декабря в Барселоне, на трех площадках Барселоны. И самый, конечно, самый первый день и самый ответственный был спектакль. Вячеслав Митрофанович говорил до отъезда, много было внимания уделено, конечно, этому проекту. И спасибо нашей балетной труппе, спасибо, конечно, прежде всего, оркестру, которая так хорошо все подготовила. Потому что не просто были эти программы, их, как вы понимаете, немало было, но и потом это все проходило на фоне нашей обычной работы. Тем не менее, удалось сделать необычайно красивый этот Штраус Гала, который, вы знаете, был и здесь, очень тепло встречен с ростовскими зрителями, и имел огромный успех в Европе. Оркестр наш показал 32 концерта, 20 из них Штраус, 12 остальных, 4 еще другие программы. Все с неизменным успехом, на лучших сценах Европы, так как я уже сказала, что начинался с Лисео. В Венгрии, это был Будапешт, Белград, Сербия, Польша, Краков, Варшава, конечно же. Да, относительно большой было, 5 концертов в Дании, в Копенгагене в том числе, ну и один концерт был в Швеции. Таким образом, наш оркестр дал концерты в 7 странах Европы. Субтитры делал DimaTorzok Это большая ответственность, были свои сложности. Но мы достойно с ними справились. Я надеюсь, что у нас все получилось. Здесь уже вот сказали коллеги по поводу приема спектаклей. И безусловно, это самое важное и самое сложное было каждый день сделать, показать спектаклю что-то новое, чтобы не спадала энергия, чтобы зритель почувствовал каждый раз новую волну. И это действительно было самым сложным, потому что травята, вот первый этап был 39 спектаклей. Почти каждый день. То есть человек, который выходит на сцену, он должен был каждый раз обновляться и подавать что-то новое. И я надеюсь, нам это все удалось, судя по тому, как нас встречали. Тысячные залы не в первый раз рукоплескали ростовской труппе. С 2001 года ростовский музыкальный совершил 30 зарубежных гастрольных туров. Последнее большое творческое путешествие продолжительностью три месяца завершилось 31 января. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дело все в том, что для нас это драка. Отработав спектакль, очень хочется, чтобы из зала пришла вот эта волна благодарности, которая тебя окрыляет, поднимает и дает тебе силы на дальнейшую работу. Многие знакомые говорят, ой, вы поехали во Францию, в Бельг, ой, насмотрелись. Да-да-да. Люди забывают, что мы едем работать. Работа – это действительно работа. Поэтому вот то, что худсовет происходит, то, что качеством, за качеством, за каждым спектаклем мы следим все. И почему говорю мы, извините, что обо всех ставках, потому что начиная с вами трафанция, заканчивая монтировщиками, которые ставили спектакль, каждый следил за своей работой, за своим качеством. Вот отработанная система гастролей зарубежных, уже наш театр может это передавать опыт свой, потому что действительно, приезжая за границу, мы живем как одной семьей, помогая все друг другу, естественно. И настолько все отработано, что, в принципе, уже каждый знает, что, ну, за руководителем в данном случае, каждый руководитель знает его часть работы, которую нужно сделать. Так что гастроли – это очень хорошо. И дай Бог, чтобы они были почаще. Испания, и, положим, Дания, Швеция, естественно, разные зрители. И когда в Испании тебя, то есть, с первой, вот только вышел оркестр, только вышел балет, это сразу шквал аплодисментов, то есть они готовы принимать с первой ноты. Конечно, Польша, конечно, Дания, Швеция – это более сдержанная публика. Но, тем не менее, даже эту сдержанную публику, наш оркестр, наш балет, ну, в конце, просто Вячеслав Митрофанович видел, доводили до иступления. Это шквал, это не просто аплодисменты, это шквал аплодисментов, это крики «Браво», это восторг, это глаза, вот, просто полное счастье. Эксклюзивные концертные программы представлены, лучшие спектакли отыграны. Пора собирать урожай и вместе с любимым ростовским зрителем открывать новые сценические проекты. В этом году театр отмечает юбилей. 85 лет как музыкальный получил статус государственного и впервые распахнул свои двери. Отныне здесь не смолкают музыка и смех. Место, ставшее родным каждому, кто хоть раз посетил его залы, с каждым сезоном набирает свою мощь. Напитывает стены историей, украшает фотографиями, пополняет казну кадров ярчайшими талантами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отмечать юбилей театр будет с размахом. 5 февраля на сцене музыкального на ура прошел показ спектакля-событие. Концертное соло на скрипке в оперете Паганини исполнил лауреат международных конкурсов Айлин Причин. До начала весны зритель увидит покорившую Европу оперу Травиата Верди, балет Ромео и Джульетта Прокофьева, оперу Фауст Гуно с триумфом, показанную на исторической сцене Большого театра России и насладиться концертом музыкальные хиты Голливуда. В марте после европейских гастролей Штраус Гала, концерт в двух отделениях и Травиата Верди. В Международный день театра царская невеста римского Корсакова, полюбившаяся лондонской богеме, 1 апреля долгожданная премьера «Летучей мыши», дальше – больше, премьеры шедевры Большого балета и Жанна Д'Арк. Конечно, особенное место в расписании театра отведено юбилейному концерту на БИС. И еще одна важная новость. Самому взыскательному гостю отныне доступен абонемент Большой сцены до первого звонка. Это новый творческий проект. Вас ждут интересные встречи в уютной театральной гостиной с доктором искусствоведения, профессором Александром Селицким, который расскажет о театре и его артистах, любопытных фактах из мира искусства и приоткроет тайны рождения спектакля. Тематические вечеринки и викторины в вестибюле будут проходить чаще. На дереве звезд музыкального появится новое имя. В фойе откроется выставка «История театра» и каждому здесь будут по-настоящему рады.